Всем привет, это Лиза Краснова и сегодня я поговорю с вами на очень серьезную бьюти тему, на тему бровей. Я думаю, что ни для кого не секрет, что брови важны. Если вы не знаете почему, то пожалуйста обратите внимание на эту картинку, вам станет сразу все понятно. Если глаза это зеркало души, то брови это рамка этого зеркала и они должны быть красивыми, ухоженными, аккуратными. И желательно, чтобы они подчеркивали все ваши достоинства, потому что брови способны колоссально поменять вообще ваш внешний вид. Поэтому основные ошибки при оформлении бровей это слишком темные брови. Если вы сделали слишком темные на ваш взгляд брови, то вы можете скорректировать это более акцентным макияжем, например, более выразительным макияжем глаз и тогда уже общая картинка станет более сглаженной. Также важна правильная форма бровей, потому что именно брови, они вообще создают какой-то акцент на вашем лице. Неправильные брови могут сделать вас грустным или злым. Пожалуйста, обратите внимание на эту картинку, как вообще меняется выражение лица при одной и той же девушке с разными бровями. Это тоже очень важно. Чтобы нарисовать брови правильно, есть супер простая техника. Итак, мы берем наш карандаш для бровей и измеряем три основные точки. Первое. Начало брови. Брови – это линия, которую мы проводим от носа через внутренний уголок глаза и это будет наше начало брови. Потом через зрачок и нос – это изгиб брови. И через нос и внешний уголок – это у нас окончание брови. Это супер такой простой способ. Конечно, есть всякие трендовые брови, типа брови в разлет или прямые брови. Если вам нужно определить именно то, что подходит вам, то лучше пользоваться этим методом. Если вы хотите экспериментировать как-то и делать какие-то трендовые брови, то вы можете уже корректировать их непосредственно каким-то карандашом, либо же специальными тенями. Но лучше, если вы их корректируете щипцами, именно вот пользоваться вот этим вот правилом трех точек, чтобы вдруг себе ничего не перещипать и определиться с тем, что подходит именно вашему лицу, потому что это такой плюс-минус, вечно беспроигрышный вариант. Хочу вам также, кстати, сказать, что мода на брови всегда меняется. Каждое десятилетие брови становятся совершенно другими. В 20-е это были просто ниточки, в 2000-е кара де лавинь со своими такими пушистыми, роскошными бровищами. Сейчас брови вообще свободны и перешли немного более в такой этап нетронутости. То есть, если у вас свои классные брови, которые пушистые и объемные, вот это вообще ваш период. Вам вообще практически ничего не нужно. Возможно только немного добавить там цвета, либо же уложить их как-то красиво и все. Сегодня я хочу показать вам то, как я оформляю свои брови. Я буду использовать продукт от Maybelline, который называется Brow Satin. У меня в оттенке Dark Brown. И несмотря на то, что в принципе это темный коричневый, как они пишут, мне этот цвет подходит очень хорошо. Я сделала специально очень легкий нейтральный макияж, чтобы вы видели именно брови, то, как они выглядят от меня обычно. Итак, мы берем продукт Brow Satin, который с одной стороны содержит карандаш, с другой стороны вот такие вот тени. Средство просто супер универсальное. Вы можете как использовать только тень. Если вам, например, не хочется подводить форму, вы ей довольны. Либо же только карандаш, если вам нужно где-то что-то дорисовать, заполнить, потому что это настолько универсальный продукт, что вот просто в нем выполнено все, что нужно. Поэтому, если у вас есть такое средство, то вы можете вообще полностью удовлетворить все свои потребности, и это очень удобно. Сейчас я покажу, как я оформляю свои брови, и вы увидите меня без бровей. Итак, вот то, как выглядят мои брови голышом, скажем так. Сейчас я буду их заполнять. И первым этапом, который я всегда делаю, это прочесывание бровей. Я их зачесываю вверх и в сторону. Я делаю это для того, чтобы вычесать, например, остатки тонального крема, которые могли быть при нанесении, пудры и всего остального. Ну, а также, чтобы просто разгладить волоски и придать им уже какую-то форму, какую я хочу. Теперь я беру карандаш Brow Satin, той стороной, где у него именно карандашик, и определяю, где у меня будет начало брови, изгиб и конец брови. Я просто буду немного заполнять форму, прорисовывая как бы ее более четко. У карандаша очень удобная для этого формула. Он хорошо рисует как отдельные волоски, так и, в принципе, можно заполнить всю бровь. Я прорисовываю более тщательно конец брови. Я прорисовываю именно форму. Остальное мы будем заполнять пудрой. Немного прорисовываю поверху. Вот, я прорисовала бровь. То есть я провела четкую нижнюю линию и определила как бы верхние границы. Сейчас я буду обратной стороной карандаша, где у меня находятся тени, прорисовывать и заполнять всю как бы форму, чтобы у меня не было вот этих вот залысинок, в общем, и пустой бровки. Мне очень хорошо подошел оттенок. Цвет универсальный, в нем нет ружины вообще. Он холодный, и он очень хорошо подойдет большинству девушек, потому что он вообще не ружит. И это очень приятно, потому что обычно все карандаши для светленьких, либо же которые коричневые, чаще всего они очень сильно ружат. Этот просто супер. Вот он именно такой пепельный, как надо. И вот тут в начале бровей я как будто бы растушевываю и поднимаю вверх. И бровки. Вот такая вышла бровь. То есть вы можете видеть, что эта бровь более заполненная, плотная, чем эта. В принципе, можно нарисовать еще более выразительные брови, потому что карандашик очень классный. Вот с одной стороны он тоненький, им очень удобно рисовать. Он рисует тоненькие-тоненькие линии. Видите, можно нарисовать как отдельную бровку, так и заполнить прям целую бровище себе сделать. А пудра вот такого оттенка, как я вам говорила, холодная, очень правильный цвет, подойдет вообще всем. И точно таким же образом заполняем вторую бровь. Сначала карандашом, а потом уже тенями. Я уже сейчас не прибегаю к технике измерения того, где у меня бровь, где у меня изгиб. В общем, потому что я уже, мне кажется, с закрытыми глазами могу это сделать. Мне просто проще так прикинуть на глаз и рисовать. Очень удобно этим карандашом прорисовывать кончик. Он получается очень остренький, очень красивый, такой тоненький-тоненький, красиво. Итак, вот мои брови, вот такие они получились. Сейчас, возможно, из-за того, что освещение немного скачет, они могут казаться вам одна более темная, другая более светлая, поэтому я повернусь к вам разной стороной, чтобы вы поняли, что брови у меня симметричны и одинаковы. Вы всегда оставляете мне комплименты по поводу бровей. Спасибо вам большое. Если вам понравились мои брови, либо же вы пользуетесь этим продуктом от Maybelline, который называется Brow Satin, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Расскажите, какими средствами для бровей вы пользуетесь, потому что реально достаточно сложно найти хороший коричневый оттенок без ржаны. В Brow Satin у меня оттенок Dark Brown, и он прям вот то, что нужно. Холодный, правильный, я очень им довольна. Поделитесь вашими любимыми продуктами для бровей, я буду вам признательна. И до новых встреч. Надеюсь, это броваское видео было вам полезным. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok